Мясо под шубой Сейчас я буду готовить мясо под шубой. Я предварительно разогрежу сковородку до середины зелёного поля. Вода начинает кататься как шарики. На разогрежу сковородку я выкладываю предварительно подготовленное мясо. Я его замочила в майонезе со специями и розмарином. Мясо у нас свининка. Кусочки примерно 1-2 см. Кусочки хорошо прилипают. Мы закрываем крышечкой. В огонь отключим и оставляем в сторонку. В течение 2 минут наше мясо томится. А мы теперь займёмся овощной подушкой. Начинаем с картофеля. Режем его тоненькими кружочками примерно 1-2 мм. Костями нарезаем лук. Тоже примерно 1-2 мм. Лук мы нашинковали на орех или картофель. Также я нашинковала морковь на крупной тёрке. И на мелкой тёрке я нашинковала сыр. Пока это всё я делала, наше мясо немножко потомилось. Открываем крышечку. Переворачиваем мясо. Оно даже подрумянилось немножко. Переворачиваем мясо на другую сторону. Немножко его посолим. Закрываем крышечкой. Жарим ещё 3 минуты. Стрелка контролёра двигается дальше. Пошло 3 минуты. Стрелка контролёра дошла до границы между зелёным и красным полем. Открываем крышечкой. Посмотрим, сколько у нас мяса было сока. Плюс к тому, что мы всё-таки мариновали мясо в майонезе. Сверху мы засыпаем морковь. Добавляем сначала морковь. Теперь начинаем выкладывать слоями картошку. Мясо. Мясо в это время стоит на огне. Огонь не выключаем. Добавляем лук, который нарезан кольцами. Тоже его укладываем слоями. Поверх картошки. Солим. Соль можно немножко, потому что картошка, мясо всё содержит соль. А в посуде все эти элементы сохраняются. Положим лаврушку. Душистый перец. Посыпаем сверху тёртым сыром. Закрываем крышечкой. Наставим минут 20-30 на маленьком огне. Прошло полчаса. Наша стрелочка термоконтролёра между красным и зелёным полем. Отключаем газ. Открываем крышечку. Ммм, какой парольчик. Посмотри, как красиво, да? Да. Вкусно как? Да. Всё, наше блюдо готово. Пробуем? Давай. Не горячее. Вкусно? Да. Вкусно. Трена. Наш 우리도 на гражданной веке. Вкусно. Продолжение следует...